всем привет друзья с вами снова френас и мы продолжаем играть на карте село курай извиняюсь сразу за то что был такой большой перерыв скажем это не от меня зависело это что-то было у моего провайдера интернета какие-то там проблемы с каким-то кабелем как они объясняли ну в общем что-то у них там не по нашей вине слава богу разобрались и наладилось это главное в общем что мы делаем мы убрали наше поле какое там уже не помню 7 полностью все там убрали сейчас вот отгоним комбайн на нашу базу и отправимся его обрабатывать также я засеял четвертое поле ячменем удобрил его уже ожидаем скажем урожай комбайн мы оставим где-то здесь на маш дворе нашим пускай стоит ждет очередного урожая в ближайшее скажем время он нам не понадобится так сейчас мы отвезем тут полторы тонны пшенички выгрузим это все на склад и трактор этот нам понадобится запустим его с культиватором пускай обрабатывают наше поле также мы пригоним сюда остальную нашу технику будем здесь заниматься полями а именно возможно первым полем и третьим также может быть 6 в общем что говорить если поля все наши надо все обрабатывать будем их обрабатывать с разницей ровно в один день чтоб у нас постоянно какое-то поле было созревшая постоянно где-то была работа они так что мы за одни игра игровые сутки засеем все поля а на следующем у нас все согреют и мы будем тут в авральном режиме все убирать так прицепный момент так думаем не понадобится в ближайшее время оставим его тоже где-то там на базе а культиватор у нас вроде бы на нашем с то его тоже мы туда отвозили он там подавил немножко его подваливали ну а что сами помните по первой серии в каком состоянии мы прикупили эту ферму кстати наш механик михалыч починил под трактор что мы видели в первой серии работает он теперь нету на нем правда там крыша каких-то капота но то фигня за это он уже получил премию и сегодня а возможно и завтра мы его не увидим время это же такое дело которое желательно бы ну скажем отпраздновать но я думаю большинство поняла что я имею ввиду видите здесь он сегодня не ходит мы его встречали раньше а его сейчас нету поехали за культиватором остальная техника у меня специально выстроена в колонну для того чтобы используя мод follow me пригнать сразу всю технику на наши поля петрович куда-то пошел комбайнер наш но он ушел тоже на выходные а точнее скорее всего в отпуск так как сами знаете в реальности поля нихрена не зреет один день также думаю ближайшее время прикупить какой-нибудь аппарат для работы с лесом и заняться лесным хозяйством есть деревья которые мешаются особенно по краю полей надо будет их убрать сейчас у нас первостепенная задача это конечно поля не стоять же им пустовать вот здесь вот еще на третьем поле надо будет уйти деревья повыпиливать и перепахать там есть вот этот зеленый островок так как он нам конечно сделает проблемы мы посмотрим а возможно мы поле просто разделим на два или вообще смогу сделаем посмотрим подумаю над этим вопросом соломку мы будем запахивать потому как нам ее убирать просто нечем было бы чем убирать естественно мы по его убрали ну а так распашиваем вместе с землей дыр наперегнули наперегнули скажем пустим животных у нас нету кому она нужна была бы нету ни тюковщика ни че так что придется пожертвовать ее на седьмом поле я думаю мы посадим что нибудь вроде что нибудь вроде канолы может не канолы мы посадим на первом поле чтобы было побольше так как у нее рожайность плохая а там может посадим овес или рожь тут вроде бы есть посадил бы конечно подсолнух но его нам просто нечем убирать надо покупать жатку чтоб с ней работать так учимся починили вроде как там нашу ниву поменяли там масло свечи какую то еще фигню ну вы знаете на историк не приедешь поменять масло а там начинается у вас то у вас это если особо не соображая что натыкают еще немерено просто так вот он наш культиватор стоит отремонтированный но это как отремонтированный так поправили немножко все равно рано или поздно нам придется переходить к импорту техники или же будем искать что то современное нашего производства хотя вот я не понимаю почему в игре вот этот культиватор сделан прицепным у меня вот лично за двором точно такой же лежит но он навесной вот непонятно мне почему он здесь прицепным сделаны но это скорее желание автора сказать что для вот такого трактора он неподъемный так вы сами посмотрите он пустотелый сделан не слитых деталей не такой он и тяжелый для гидравлики этого трактора в принципе я у меня вот я вам уже говорил такой же трактор только естественно без навески для погрузчика и он спокойно тягает такой культиватор также у меня есть плуг как он там трех я забыл как называется трехкорпус вот косилка вот это типа кдн которая у нас в игре присутствует все я вам обещал обещал показать и все как то руки не доходят да не то что даже не доходит отсутствует у меня нормальная камера чтоб снять в хорошем качестве поэтому приходится как то вот так вот так будем мы наверное работать все таки по курсплею ну а так же придется показать границы поля выбрать поле это будет у нас седьмое и добавим его в список теперь выбираем северо-запад юг поле номер семь будем двигаться на юг обработка краев да генерируем смотрим где у нас тут стартовая точка получилась возможно конечно придется по отправить немножко поля под выровнять но это небольшая проблема выберем способ запуска со стартовой все таки пускай едет работает все помчал я думаю у него нормально все получится если нету кое-где подправим возможно поля подровняем местами а мы отправляемся дальше так это наша него стоит на добавленной точке продажи ну что собираем наш нашу колонну control f странно а где же follow me я его не устанавливал его здесь нету ну а что ж придется тогда перегонять перегонять всю технику как то так сильно утомлять я вас конечно не буду мы перегоним трактор запустим его для работы сейчас сразу заправим сейлку как видите купил я газона все таки для и прицеп этот сервисный потому как мотаться с полей все время на базу заправлять сейлки ну не очень интересное занятие так что лучше к полю подогнать газончик и там уже заправляться поехали будем насажать канулу на первом поле нашем нам бы прикупить какой-то фургончик для перевозки там рыбы такое чего то чтоб быстрее пошли денежки быстрее пошел наш заработок здесь у нас поле номер 1 сейчас мы посмотрим его границы поле номер 1 в список удобрения и посев 3,6 ну пусть будет 3,5 а лучше наверно еще меньше меньше пропусков будет так у нас юго-запад будет на север где тут у нас стартовая получилось из-за неровности полей может наверное стоило бы конечно на автотракторе запустить но мне почему то не нравится как он работает как то он вроде ничего ничего а потом начинает работать не совсем хорошо вот постоянно замечаю эту проблему если запускать со стартовой то он не включая сейлки просто носятся по маршруту и все никаких без всяких оправданий без всяких оправданий странно опять у него не получилось вот все все запустим пусть пойдет скорее всего это косяк сеялки самой все поехал где тут наш газончик перегоним его в поле естественно мы его заменим со временем на наши всеми любимые камазы газончик конечно слабоват все у нас рабочие работают кроме одного трактора сейчас мы его сюда пригоним вот он красавец все заработал он там какой то вентилятор поменялся красненький новенький а остальное все нормально главное чтоб он двигался в ближайшее время мы конечно от него избавимся как только появятся у нас средства для этого а может быть будем применять его в качестве погрузчика видите у него есть оборудование для этого может быть он нам еще и понадобится так предлагаю наверное сразу тоже удобрить первое поле наше раз уж мы уже здесь раз уж мы решили уже здесь заниматься то скорее всего и удобрять нам придется это поле ну и потом седьмое сейчас наверное парочку проездов мы сами тут сделаем потому как нам то чем то тоже заниматься надо не все ж время на курс плея гонять поехали такая довольно прикольная удобрялка этот распределитель удобрений тоже подходящая под нашу карту и нашу технику да дороговато конечно удовольствие удобрять минеральными удобрениями ну а что поделаешь урожай то терять тоже никто не хочет не хочу я использую gps этот не особо не смущает как там получается ровно не ровно я сомневаюсь у люди которые в реальности работают на сельхоз техники на тракторах там в полях использует какой-то gps откуда он взялся на этих тракторах отравязь там не было и не будет скорее всего никогда там все на глаз едешь и едешь а то же попридумывали gps и спутниковая навигация не для нас это все у нас у славян по традиции все делается на глаз так что пускай они там сами ездить на gps о чем там они еще любители поездить мне как то не особо интересно колесо у кого то отвалилось что бывает не зря здесь сто рядышком скорее всего туда и отогнали также здесь на карте можно доски перевозить которые бесплатно грузятся и просто продаются водку я рыбу я уже об этом всем расскажу хотя можно в принципе прикупить наверно прицепчик для нашего газона чтобы перевозить рыбу и затарить магазины рыбой уже какая-то копеечка нам будет капать наверно мы так и сделаем в ближайшем времени довольно интересно интересно у газончика есть ли прицеп который доски загружают тоже не ясно но надо будет проверить этот факт если кто знает напишите в комментариях есть или нету прицепа да на картах наверное самое интересное это как раз таки начинать карту небольшое количество техники работы не так уж и много и следить требуется меньше времени следить за всеми нашими рабочими меньше забот вообще интересно все эти сложности безденежье а когда ферма уже развита денег немерено техники немерено уже как то не особо интересно становится отлично мне так кажется каждого свое мнение каждого свое мнение да удобрения нам понадобится конечно много поле огроменное самое большое на карте ну да десятое поле у нас двух но траву нам тоже косить нечем с травой придется потерпеть есть здесь пункт продажи силоса но он не БГА ничего такого и силосная яма у нас то по моему только возле коровника если я не ошибаюсь то можно будет попробовать записать маршрут для того чтобы погрузчик грузить прицеп а прицеп уже потом вез силос на продажу это все надо будет проверить посмотреть будет ли оно так работать если будет то конечно замечательно попробуем интересная идея мне понравилась где тут у нас ближайшая точка поехал останется промежуток ну я думаю не так это и страшно просто изумительный трактор прям как мы этим летом до сих пор стоит на ремонте нужно слишком много денег для его ремонта который отсутствует напрочь поэтому он стоит сейчас во дворе отдыхает после осенней сервесенней работы да и летней пускай отдыхает возможно в следующем году до весны приведу его в порядок а там посмотрим так что тут у нас остальные работники этот сеет культивирует с культиватором вроде у него все хорошо получается хотя тоже пробелов много говорю надо на весной на весны что культиватор сусеял пусть этими прицепными конечно большие грехи оставляют ну а вот здесь вот у нас на карте версии 2.1 или 2.0 появилась появился пункт продажи силоса не знаю где он именно здесь продается я еще не проверял где именно триггер но где то где то здесь есть дорога сюда конечно не фонтан ну а что делать где у нас сейчас фонтан дороги как говорится у нашей страны две проблемы дураки и дороги но уже за последнее время осталась одна это дураки так как дороги мы уже победили их попросту не осталось дорог уже особенно у меня тут возле городе это ужас просто выше 3 вряд ли вряд ли когда получится переключиться вот именно поэтому у нас здесь большинство предпочитает либо уазики либо нивы их сейчас стало просто немереное количество ну и нередко встретить уазика тоже некая довольно проходимая машинка так давайте проверим где тут у нас силосная яма она вроде бы всего одна у нас коровник да коровник да одна интересно какая вместимость потому как если она маленькая то вряд ли мы на силосе сможем зарабатывать у нас будет много коров и вообще хотел бы начать какую-нибудь такую я не знаю маленькую небольшую карту не знаю сейчас много вот что по самаре волги дисплеев что покураю я бы хотелось какую-то свою карту на ней играть а так конечно тоже не особо интересно ну карта конечно ну я не устану повторять карта просто замечательно ты за 80 заправки скорее всего этот тот который удобряет да так прервует маршрут поедем за свой заправим и запустим пускай дальше работает еще раз конечно извиняюсь за то что долго серии не выходили но повторюсь это не моя вина так что попрошу не обижаться сейчас мы его запустим пускай продолжает возможно конечно стоило бы курс записать небольшой буквально с поля до газончика и на поле и добавлять его просто в эти маршруты да и все и все было бы нормально они сами заправлялись ездили возможно так и сделала то есть она уже за кадром зачем время ваша занимать ну что ж друзья наверное буду с вами прощаться то что я хотел сказать извиниться я сказал серии постараюсь выпускать регулярно в общем постараюсь каждый день смотря как тут у меня с работой будет получаться да и так с подработкой в общем до встречи всем желаю хорошего настроения и удачного дня с вами был френас кому понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь делитесь своими мнениями в комментариях всем пока 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 пока